здравствуйте вы находитесь на youtube канале ямеля нити сегодняшнем видео хочу показать как связать вот такой сетчатый узор кстати редкость для меня что я показываю узор это первый первый узор первое видео которую я хотела вам показать уж очень он не приглянулся я его нашла японских книгах с их узорами причем это был фрагмент и на картинке на на фотографии этого узора он совсем совсем выглядел иначе но по технике вязания я поняла что вот такие ячейки используют единичными не только в массе решила использовать вот такой заполняющий сетчатый узор и он не очень порадовала решила обязательно вам показать такой я использовала здесь хлопок весом 50 грамм 125 метров мерсеризованный вязала на спицах номер три и как мне кажется я внизу вязала потуже наверху посвободней и я бы даже рекомендовала еще более свободно вязать такой узор либо выбирать не такую ну что ли жесткую пряжу еще более пластичную что-то близкую с шелком например если брать пряжу то будет очень пластичное полотно потому что как видите оно достаточно жестко вот в этих своих ячейках получается толщина него высокая кстати расход высокий на такой узор очень прожорливое полотно видеть такой маленький квадратик а был мне клубочек достаточно большим здесь видно я пропустила ячейку что забылась не знаю почему что еще могу рассказать можно использовать в рукавах я бы с удовольствием использовала рукавах этот узор если ну вы носите например сетчатые вещи то можно целиком себе джемпер или майку связать вот такой сеткой чем мне понравился узор полотно не тонкая то есть нет какой-то рыхлости знать как рыболовная сеть которая вот как бы не знаю повеснет на чем-то и сразу вот провисает обвисает нет здесь полотно плотненько и именно вот этим она и привлекает ну в общем очень красивый узор могу долго про него говорить давайте лучше узнаем как его связать здесь по ширине небольшой мы по высоте естественно раппорт по ширине раппорт 8 петель 3 петли для ячейки 1 промежуточная петля 3 петли до ячейки еще одна промежуточная петля и провязываются следующие ячейки со смещением на центр в следующей промежуточной петле ну как здесь видно в шахматном расположении ячейки все ширина раппорта 8 по высоте раппорт имеет четыре ряда лицевой изнаночной лицевой изнаночные все элементарно вяжется запутаться невозможно но вот только видите эти забылась итак у меня на спицах 38 петель первые два ряда вяжем чередованием и лицевых изнаночных петель 1 лицевая 1 изнаночную то есть по сути мы вяжем резинку один к одному лицевая расщепилась нить и сложно провязывать изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная ничего сложного так провязываем первый ряд в изнаночном ряду мы провязываем петли по рисунку то есть что мы видим то и вяжем получится у нас два ряда резинки один к одному первые два ряда я провязала резинка один к одному теперь приступаем к выполнению рисунка кромочную петлю снимаем рисунок выполняется по 3 петли одинаковые действия 3 петли промежуток изнаночная петля опять 3 петли и вот эти три петли должны быть следующей последовательности лицевая изнаночная лицевая из лицевой изнаночной лицевой последнюю лицевую подхватываем правой спицей и набрасываем эту петлю на первые две петельки первую лицевую мы провязываем лицевой делаем накид набрасывая нить от себя придерживаем накид и провязываем изнаночную лицевой все мы выполнили первую ячейку провязываем следующую по ходу рисунка изнаночную петлю опять видим лицевая изнаночная лицевая последнюю лицевую из трех подхватываем правой спицей набрасываем на первые две и провязываем лицевая первая накид изнаночную провязываем лицевой следующую в полотне изнаночную провязываем изнаночной опять три петли делаем те же действия так мы выполняем до конца ряда все петельки я считаю что лучше выполнять этот рисунок спицами более крупного размера или вяжите слабо чтобы ячейка была такая приятность что полотно не получилось жестко потому что здесь достаточно много перебрасываний и это придает плотности полотну так выполняем до конца ряда и в конце ряда встретимся последние петли у меня изнаночная кромочная перед изнаночной кромочной были три петли я с ними выполнят от малипуляцию как я вам показала разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем далее снимаем кромочную и вяжем сейчас резинку один к одному первые петли мы видим они лицевые вяжем их лицевыми и вам она будет как бы под ногой все дальше вяжем изнаночную и хорошо видно лицевую изнаночную снова лицевые хорошо видно изнаночные так дальше до конца ряда резинку одну один к одному до конца разворачиваюсь на лицевую сторону следующий ряд мы выполняем со смещением будем также перебрасывать петли но со смещением кромочную смещаем снимаем провязываем лицевую изнаночную первые две петли и вот эти петли следующие после первых двух видим как вот эти тройные петли лицевая изнаночная лицевая и набрасываем третью петлю из трех на первые две и делаем те же самые действия дальше опять видим изнаночную вяжем изнаночной первые три петли лицо изнанка лицо последнюю лицевую набрасываем лицевая накид лицевая изнаночная все выполняем действия до конца в конце ряда я выполнила вот эти последние три петли мне остались изнаночная провязываю лицевую провязываю изнаночную провязываю кромочная то есть в конце после вот этого перебрасывания последнего осталось еще три петли мы их просто провязываем изнанка лицо изнанкой кромочным разворачиваем на изнаночную сторону вяжем резинку один к одному первая лицевая изнанка и так дальше я провязала изнаночную сторону разворачиваюсь на лицевую все я выполнила вертикальный раппорт раппорт начинается не с тех двух рядов лицевых изнаночных петель с того ряда когда мы начали набрасывать петли на первые две то есть теперь мы снова будем выполнять раппорт с первой петли после кромочной то есть мы лицо изнанка лицевую третью набрасываем на первую лицевую и провязываем лицо накид лицо изнанка все снова видим три петли и также выполняем эти манипуляции таким образом здесь уже видно ячейка пошла в шахматном порядке и у нас будет вот такое интересное полотно провяжу какое-то количество здесь конечно большой расход на такую сетку но получается пухленькая упруга и полотно такое ну приятный вес имеет не совсем рыболовная сеть связала я образец использовала весь клубочек который у меня был могу сказать что конечно прожорливое такое полотно но зато получается она толстым можно использовать даже самые тонкие ниточки и вот эта сетка она не смотрится какой-то рыхлой жидкой очень так внушительно что ли очень благородное полотно получается мне нравится я думаю что я когда-нибудь каком-то изделие себе обязательно использую такой узор уж очень мне понравился люблю такие простые и интересные узоры без особых замысловатости но со своей изюминкой своей красотой подписывайтесь на мой youtube канал я буду вас всегда рада видеть у себя буду и дальше снимать интересные и полезные видео с узорами мастер классами которые помогут вам проявить свое творчество в ваших изделиях до новых встреч пока